Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем заниматься раскроем брюк. Вот я их уже сшила и сегодня мы их раскроим. Кроить мы их будем по выкройке основе, которая была у нас на канале. Сделаем здесь, ну смотрите, сама ткань идет такая полосочка, клеточка можно сказать. Ну я вот так вот поленилась, я не захотела совмещать вот здесь вот, потому что это очень сложно, я в видео показываю, почему это сложно при раскроем, поэтому я сделала вот такой вот интересный момент, это изнаночная сторона ткани, ткань это джерси из интернет-магазина из мира, ссылочку обязательно оставим в описании. По этой ткани я хочу сказать, что когда мы только получили и делали обзор, я уже приняла решение, что буду шить из нее брюки. Брюки пошиты, как вы видите, такие облегающие, я другие брюки просто не люблю, или просто они мне не идут, скажем так, поэтому я шью такие. Вы можете, конечно же, по вашему желанию, по вашему усмотрению, делать совершенно другой модели, то есть можете их расширять и носить как вам угодно. Еще хочу остановиться немножко на ткани. Ткань прописана джерси, но вы знаете, когда я ее держала в руках, такое ощущение, что она с какой-то нитью, или я не знаю, добавлена, и она имеет как бы эффект утяжки. Вот я ее растягиваю, и она как бы назад возвращается, поэтому брюки из этой ткани просто шикарно. Блузка, которая на мне, тоже была у нас на канале, мы ее шили, и раскрой, моделирование, может кому-то интересно, мы также оставим ссылочку в описании. Здесь имеются складочки, ну, рукавчик, здесь, понятное дело, все нормально, а вот идет выточка и складочки. Возможно, вас эта модель тоже заинтересует. Такая блузка подходит к брюкам, подходит к юбке, к коротким шортам, можно к пилотам, и к этим брюкам, конечно же, я буду шить еще одну блузку, я уже ее запланировала, поэтому в следующем видео буду стараться показывать вам интересную блузку. Всем спасибо, оставайтесь с нами, и будем продолжать работать с брюками. Брюки шьем из ткани в клеточку. Как вы видите, ткань, с одной стороны клетку мы видим, с изнаночной стороны совершенно не видна клетка. Очень сложно в таких случаях клетку совместить, потому что нужно будет находить вот эти места соприкосновения, и если я как-то, когда видна клеточка, нормально размещаю все, то здесь, конечно, очень-очень такое проблематично все это будет. Поэтому я так хочу полениться немножечко, и сделать так, чтобы с клеткой не было проблем, и я спокойно работала. Сейчас рассмотрим, что я буду делать в этом случае. В этом случае мы будем использовать еще и изнаночную сторону. Поэтому берем выкройку основу. Выкройка основа есть у нас на канале. Очень удобная посадка, высокая посадка. Кто любит ниже, срежет, кто любит высокую посадку, оставляет. Таким образом я уже эту выкройку, видите, она у меня вся рабочая-рабочая, уже даже сегодня на миллиметровку ее пересняла. Итак, заднюю половинку я пока откладываю, она нам не нужна, а с передней половинкой я буду работать. И смотрите, что я хочу сделать. Я сейчас вот в черном цвете вот здесь вот проведу линию и возьму ее, ну вот так вот, давайте ее, наверное, сантиметров 5. Вот так вот я сделаю. И по этой линии отрежем, как раз поставим черный цвет изнанку. И тем самым мы с вами получим, во-первых, более стройные ножки. Будут казаться, мы их более стройными, конечно, не получим, но визуально они будут смотреться у нас более стройненькие за счет того, что другой цвет у нас идет. То есть вот так вот по 5 сантиметров и буду эту полосочку отрезать. Что рекомендую в этом случае делать? Наметить, чтобы четко у нас эта линия правильно была выстроена. Значит, в месте разреза, вот здесь вот, где у нас будет, я на виду вот такие вот полосочки поставлю. В этих местах сделаю надсечки и по надсечкам буду соединять. И вот так вот до самого низа. Ну вот здесь давайте еще сделаем. Теперь разрезаю. И, соответственно, вот эту часть мы должны выкроить черным цветом. Пишу черный. Проблема у нас еще одна есть. То есть клетка, как бы, мы с вами должны сделать на одном уровне, чтобы была линия низа. Потому что полоску мы не можем, клеточку как-то там перекосить. Если вот здесь мы можем что-то там схитрить и сделать, то теперь мы выворачиваем, переворачиваем, вернее, ткань на лицевую сторону. И по лицевой стороне будем выкладывать, ровняя линию низа. По линии низа тогда нам будет удобно с вами делать и подгиб. Так вот я ткань разложила. Обращаю ваше внимание, что забыла я вам сказать о том, что у нас есть линия середины. Вот здесь вот я так вот складывала, перегнула. И сделала я это с той самой целью, чтобы соблюсти еще и направление полосочек, которые идут у нас вертикально. Значит, что я сейчас делаю? Я раскладываю, смотрю по полосочке, чтобы ровная полоска была по линии низа. И смотрю, чтобы вот здесь вот тоже полоска, по которой у нас идет середина переда, чтобы она тоже у нас была соблюдена. Вот так вот все получилось у меня все. Здесь у меня есть припуск на шов. Вот так вот я скалываю. Скалывать буду по линии середина переда. И затем буду вырезать и делать такие небольшие припуски на швы, потому что стачать буду я все-таки на оверлоке. Оверлок у меня для трикотажа. Поэтому я сейчас, когда работаю с такими тканями, я получаю действительно удовольствие. Все. Теперь могу сразу же наметить, где я должна сделать надсечки. И эти линии у меня должны сойтись. Делаю припуск на шов. Вот я ткань, конечно, сложила вместе, но буду сейчас вырезать отдельно две половинки. и не получится у меня так сделать, как я запланировала, потому что я не вижу, что у меня с линии низа идет все-таки, то есть с обратной стороны. Выкладывается ли она у меня так, как положено? Я не знаю. Поэтому отдельно буду одну часть вырезать, отдельно вторую часть. Вот здесь вот сделаю себе вот так вот сколько у меня? ну, 4 сантиметра, на подгибку края. И буду вырезать. Конечно, с клеткой, полоской всегда есть определенные сложности, чтобы все подогнать, чтобы красиво было. Ну, в принципе, и с такими тканями мы тоже, конечно же, должны работать. Так вот, так вот. Кстати говоря, вот в этих местах даже можно разрезики сделать при желании. Все вырезаю, но в одну толщину. Видите, все, что я напланировала, складывала вместе, а напрасно. Потому что, вижу, все равно немножечко скос пошел. Вырезав одну часть, я накладываю лицом к лицу на метки, те, которые мы с вами должны были сделать. Вот я их перенесла и на изнаночную сторону, чтобы было видно. И вот здесь сделала такие маленькие насечки, и мы их должны сделать и на второй части. При этом я четко выровняла полосочку. Вот так вот сдвину, чтобы вам было видно. Вот здесь вот. Помимо этого, я еще и поровняла вот здесь вот полоски. То есть, вот смотрите, я складываю, видите, вот у меня полоска идет, и они у меня идут на одном уровне. Здесь вот зеленоватый оттенок я взяла и выровняла, чтобы четко тоже совпадали. Поэтому аккуратненько я выкладываю назад на место. И точно-точно также вырезаю еще одну деталь. Припуски на швы у нас уже заложены. Поэтому вырезаю вторую часть. Заднюю половинку раскладываю таким же образом. Буду вырезать сначала по лицевой стороне, потом складывать лицом к лицу, чтобы четко найти линии, чтобы они совпадали. Точно так же вырезаем. Единственное, на что я должна обратить ваше внимание, чтобы у нас есть полосочки, и полоски имеют разного цвета. Более светлое, более темное. То есть, если у меня здесь по линии низа более темное, значит, и на задней половинке мы тоже должны это учитывать. Точно так же должны сделать припуск на резинку. Вот здесь вот 4 сантиметра я делала для того, чтобы вот так вот подогнуть, чтобы не были они сильно-таки у меня высокие. Кто хочет выше, пожалуйста, делаем еще выше. шов шаговый и боковой. То есть, здесь и здесь. Точно так же вторую. Потом, когда я вот это выполню, я уже пошив неоднократно показывала, поэтому сейчас просто говорю. То есть, вот одну штанинку мы шили, да, для одной ноги. Точно так же вторую. Одна у нас будет идти с изнаночной стороной, то есть, вот так вот, а вторую мы выворачиваем на лицо и вкладываем туда вот так вот вовнутрь, лицевой стороной и прокладываем уже вот этот шов линии сидения. И остается нам что сделать? Обработать верхнюю часть. Здесь мы делаем в подгиб и у нас идет резиночка и внизу тоже делаем подгиб. Вот и все, и брючки будут у нас готовы. Надеюсь, видео для вас было полезным. Желаю всем удачи, всем пока!